Можно скачать в интернете не только мои записи, но и записи кружка Прониной, Ирины Борисовны. И посмотрите, там очень простые, но очень важные вещи. По секрету скажу, например, что она всегда делает. Она заставляет народ читать время по стрелкам. То есть, вот смотрите, здесь есть в аудитории часы, сколько сейчас времени? Нет, я знаю, что большинство знает. Поднимите руки те, кто уверены, что знают. Вот абсолютно уверены. Отлично. Заметьте, несколько честных людей есть. Несколько человек признались, что не умеют определять время по стрелкам. Так вот, уважаемые родители, как ни странно, очень многие школьники, даже не в первом классе, даже в четвертом классе, посмотрев на часы, не могут сказать, сколько же это времени. Значит, на самом деле, без десяти, что? Два. Без десяти, два. Так вот, я сейчас нарисую вам несколько циферблатов и прошу вас нарисовать время, скажем, десять часов двадцать минут. Здесь, скажем, шестнадцать часов тридцать минут. Ну и последний циферблат. Последний циферблат пусть будет, например, девять часов и сорок пять минут. Так, кто не побоится выставить? Давайте. Так, сделал, уходи. Все, кто нарисовал, уже уходи. Вы правильно сообразили, что часовая сделка обычно чуть-чуть короче минутный. Есть такой обычай. Так, садитесь. Кто сделал? Все, нарисовали, садитесь. Прежде чем обсуждать их ответы, расскажу такую историю. Дело было много лет назад, когда дочка моего хорошего знакомого, с которым я просидел на одной квартире два года в школе, Света Балашова, училась в музыкальной школе. Замечательная девочка, замечательная семья, все хорошо. Но, естественно, что когда учится в музыкальной школе, а она занималась скрипкой, приходится очень много времени тратить на выполнение, пусть обязательных, пусть нужных, но очень скучных упражнений. То есть берет она свою скрипочку маленькую, детскую, но тем не менее ее тяжело держать. И работает. Естественно, что она все время просит папу, папу, маму, а можно поменьше. Прихожу я к отказскому гостику и слышу очередное такое вот столкновение. Пожалуйста, я не хочу, мне же в школе задали, а вы меня заставляете больше, почему так долго, я не хочу так долго играть. Ну, в общем-то так, она совсем своих родителям этим двое иной надоела. И папа ее при мне сделал следующее. Он сказал, ну хорошо, хорошо, сколько тебе сказали играть на скрипке? Вот тебе сказали в обязательном порядке каждый день, сколько ты должна играть. Как сколько? Нам учитель сказал, минимум 15 минут каждый день. Хорошо. Ты вчера играл 15 минут? Нет, не играл, я и сегодня не хочу. Так, тебе сказали 15 минут. Значит, 15 минут. Давай. Вот тебе часы. А у них были часы, например, такие же, как здесь. Ну, поменьше. Тем более, что это квартирное. Но обычные часы, которые у многих дома есть, у нас стрелка. Показывает. Смотри. Вот есть стрелка. Сейчас она, ну давайте, я не на тех часах, когда я к ней дотянусь, а покажу здесь. Значит, времени было примерно 4 часа дня. Она из школы пришла. Значит, представьте себе, 4 часа дня. Значит, стрелка указывает на 4 часа. Тебе сказали 15 минут. 15 минут. Это сколько делений? 3. 3 деления. Вы абсолютно правы. Света это тоже знала. Она говорит, это 3 деления. Значит, добрый папа. Отсчитывай. Так, 3 деления. Ты согласна? Обмана никакого? Там есть. Никакого обмана. Есть обмана. Тебе сказали 3 деления, значит 3 деления. Есть обмана. Тише, тише, тише. Никакого обмана. Света согласилась, что 15 минут, что называется, она уже узнавала. Дело в том, что, как я потом понял, у них этот спор в семье был не первый день. И, в общем, они тоже у нас не первый раз делали. Итак, 3 деления. Отсчитаем. Вот при тебе отсчитываю. 1, 2, 3. Значит, когда эта стрелка будет сюда показывать, вот тогда 15 минут и кончится. Вставай и жди, пока 15 минут кончится. И бедная девочка, которая не ходила на математический кружок, а ходила только в музыкальную школу. И, по-моему, еще на теннисе, или, ну, в общем, на что-то такое, спортивное она тогда еще ходила. Она на математику не ходила. Это трагедия ее жизни. Вот, она действительно встала и пошла пиликать. Вот. Сказано 15 минут, всем нужно. Она у всех знакомых все время спрашивала. У всех говорили, да, 15 минут, минимум 15 минут в день надо заниматься. Ну, замечательно. Отсчитала свои 3 деления и стала, как всегда, пошла свои 15 минут учиться. Вот. Замечательно. Замечательно. Теперь смотрим сюда. 10 часов 20 минут. Господа, вот это у нас 0 часов, 12 часов, да? Неправильно. Вот. Разумеется, неправильно. Неправильно. Секунду. Неправильно, потому что это 15. А на самом деле надо 20, так? Да. Да. Но на самом деле еще более неправильно. Поднимите ротик, кто видит ошибку. Говори. Там часовая стрелка не совсем, не совсем должна повернуть. Конечно. Как здесь нарисовано, проходит через вот этот. А на самом деле? Да. Чуть-чуть. Не чуть-чуть. За 20 минут, за 20 минут повернется на такую часть от вот этого угла. Какую 20 минут составляют от полного оборота? Какую часть составляют? 4 деления от 12. Какую? Одну треть. Одну треть, конечно. Значит, надо было на самом деле разделить угол на три равные части. И часовую стрелку надо было рисовать вот сюда. Так, пойдем здесь. Обратите внимание, три человека, далеко не самого глупого из вас. Все трое сделали одну и ту же ошибку. Это не случайно. Это не случайно. К сожалению, большинство жителей в вашем возрасте не задумывается над этим простым явлением. Что когда берешь 16 часов 30 минут, часовая стрелка показывает не на 16, а куда? На 16 часов 30 минут. Ровно повиси 30. Ровно половину этого часового деления. Нарисуйте себе, пожалуйста, эту правильную картину. Значит, это 16 часов 30 минут. Минутную стрелку вы нарисовали правильно, а вот часовая стрелка будет проходить ровно посередине, между четырьмя часами и пятью часами. Так, заметьте, пожалуйста, и здесь та же самая ошибка. То есть, без 13,9 не так выглядит. Без 15, вы нарисовали правильно. Действительно, минутная стрелка должна глядеть сюда. Это правильно. Но часовая стрелка не может показывать ровно на 9 часов, когда без 15,9. Куда она показывает? На посередине. Она показывает почти на 9, это правильно. То есть, надо было вот этот вот угол. Что? А, 9,45. Простите, я просто у нас 8,45. Молодцы, что поправили. Спасибо. Действительно, надо было делить вот этот угол. Надо было делить вот этот угол. Красиво, пусть поправили. Вот этот угол. Значит, посмотрите. Здесь вот у нас 10 часов, да? Здесь 11, здесь 12. Часовая стрелка получается так. Надо сначала попаланку делить, а потом этот угол еще раз попаланку. То есть, взять четвертую часть. Вот так она будет. Четвертую часть не доходит. Но все-таки какое-то состояние не доходит. Так, отлично. А теперь давайте в каждом из этих примеров ответим на один и тот же вопрос. Каков угол между стрелками? А именно так. Вот этот угол. Стоп, 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 не трогайся. Этот угол и этот. Давайте сделаем так, чтобы мы не просто бегали на снежного повреждения. Найдите все три ответа. Найти величину угла. Задача достаточно трудная. Давайте я скажу простые вещи, которые здесь надо знать. Вот этот угол называется прямым. Это 90 градусов. Если вы нет, я понимаю, что вы что-то это называете. Вот такой угол называется развернутым. И это 180 градусов. Вот такой вот угол называется полный. Это 360. Стоп. Кстати, очень легко запомнить. Следующую вещь. Очень часто какой-нибудь начальник, куда-нибудь приезжает, ему рассказывают, там одно, другое, третье. Он потом дает интервью. Я увидел, там такое, я поговорил, там с теми-то людьми, и моя точка зрения изменилась на 360 градусов. Слышишь вот такие фразы? Что это означает? Это означает, что этот человек раньше вот смотрел и думал так-то. Изменилась точка зрения на 360 градусов. Вот это на 180, а это на 360. Это значит, что ему без разницы. Что ему говорили, что ему не говорили. Он поменял свою точку зрения на 360 градусов. Проще говоря, не поменял ее никак. Правильно? Поменять на оборот, это на сколько градусов? На 180. На 180. Совершенно верно. Так, теперь давайте дальше обсудим, какие еще бывают углы. Значит, если вы берете прямой угол и делите его на три равные части, то это будет по сколько? Острые. 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 Острые, это значит, меньше 90. 60 градусов. По 30. По 30. Жена верно. 90 разделить на 3, это 30. Три угла по 30 градусов. Вы правы. Действительно, есть понятие острый угол. Острый, это значит, меньше, чем 90 градусов. Такой угол острый. Или такой угол острый. Или такой. Все это углы острые. Вот этот угол называется как? Прямой. Прямой. Совершенно верно. Кстати, как будет по-английски? Острый угол. Давайте напишем. Острый. Прямой. Тухой. Эпьют. Райт. Боюсь, что я произношу следующее слово. Обтюз. Или что-то в другом роде. Я боюсь произношения. Значит, важно другое, что три слова. Острый, прямой и тупой углы. Так. Меня сейчас интересует, почему учиться. Да? Бедный. Нет, нет, прямой, прямой. Отличный ответ. Сто семьдесят чем-то. Это действительно правда. Но вас просили найти точное количество. Задача была ровно в этом. Садись. Ничего не решил. Да? Бегом, бегом, бегом. Разумеется, в одном случае почти сто семьдесят. В другом случае почти тридцать. В третьем тоже почти тридцать. Вопрос в том, что на самом деле, в точности, сколько? Первый, сто семьдесят. Сколько? Сто семьдесят девять. Сто семьдесят девять вы говорите. Напишите свой ответ. Нет. Сто, просто сто семьдесят девять напиши. Понимаешь, что никому не видно, что ты тут выставал, а? А. Для чего? Ты боишься, что ответ будет неправильный? А чего тогда? Почему нельзя нормально и честно написать? Я думаю, что сто семьдесят девять. Что-то тебя кто-то обидит здесь за неправильный ответ. Да никогда. Так. Версия сто семьдесят девять. Какой ответ здесь? Понятно. Никакого. Да? Что? Во втором, мне кажется, тридцать градусов. Во втором тридцать градусов. Я уже объяснял, что тридцать – это в точности вот этот вот угол. А здесь чуть-чуть больше. Да? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Неправда, что это больше, чем тридцать. Да? Сорок пять градусов. Замечательно. Замечательно. Прозвучал ответ. Сорок пять градусов. Ребята, это совершенно ужасно. У меня вчера было, по-разному поводу, такое замечание. Представьте себе, я школьник дал задачу разрезать фигуру палаты. Я даже сейчас делаю рисунок. Она совсем простая. Она совсем простая. Я просто не помню картинку наизусть. Поэтому давайте нарисуем. Задача такая. Представьте себе 4 клетки в высоту. 4 клетки в высоту. 2 клетки в ширину. Так. Дальше здесь еще 2 клетки. Здесь вот так. И здесь 2 клетки вверх. Задача разрезать такую вот фигуру на 2 конкурентные части. На 2 части одинаковые и по форме, и по площади. И что? Знаете решение? Покажите. Я сейчас это говорю не для того, чтобы ее решали. Совсем на много другой цели. Быстрее. Действительно, это квадрат с прорисованным треугольником. Но я не к тому. Представьте себе. Я даю школьник какую-то задачу. Кстати, совсем не из 2 класса. Он из 5 класса человек. И. Я ему говорю, нарисуй в тетраде. Вот, собственно, эту картинку. По хлебочкам. Рисует. Черт, и что получается? Я говорю, так не так же получается, как у тебя. Нарисуй правильно. Рисуй. В общем, он изрисовал больше страниц. До того момента, когда я понял, что происходит. Этот человек не мог провести линии так, чтобы здесь было две клеточки, здесь одна. Он все время рисовал по диагонали. Я ему стал говорить не по диагонали, а чуть ниже. И вдруг просто заплакал. Настолько привык, настолько в нем сидело. Линии бывают только горизонтальные, вертикальные и под 45 градусов. По диагонали веточки. Что заставить себя нарисовать вот такой отрезок, он просто не мог. То есть я потом, чуть ли не его рукой уже вел, и, в общем, у нас это много времени заняло. И это было действительно тяжело. Вот оттуда же ваш ответ, что будет в 5 градусов. Ребята, это чудовищно. Когда вы затверживаете, что углы бывают 30, 60, 45, 90. Неправда. Угол, не знаю, в 5,5 градусов тоже бывает. Угол в 14 градусов тоже бывает. Цитратки открыли. Работаем. А, то есть я зря напал. Я зря напал. Что? Все, 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 я зря напал. Я просто настолько был уверен, что ответ неправильный. Потому что, когда говорят, что 70, 90, то, да, 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 извините. Вот, мы попались. Да. Так бывает. Так бывает. 45. Дальше. Я не хотел. Все-таки две другие задачи, мы так не решили. Да, говори. Вот, первая, потому что 178. Ну, почему? Да. Говори. Я считаю, что 176. Почему? Ну, потому что здесь... Выходите. Кто знает, что у него есть решение, выходите на доски и рассказывайте. Ну, ладно. Первым 180. Не может там быть 180. Там меньше 180. 180. Что? 180. Почему? А, это еще на 4 часа. Поделим, да? Да. Отлично. Да. Получится 24 части. Это точно. Все. Правда, 4 умножить на 12, это не 24, а 48. Ну, ладно. Это подвод. Это Р-плак. Да. Мы в цель получаем. Да. Значит, в этой части 24 может быть разделение, и разделение, и 108. А вот, в этой части 24 может быть разделение. Понятно. В общем-то, к сожалению, ответ будет неверным. Да догадайтесь же вы. Тетрадок, кровь. Не надо закрывать тетрадку все время. Надо записывать то, что он даст тебе. Добро. Зачем 45? Откуда взяло 45? Откуда взялась? Начина 45. Это чудо-ручный. Гораздо лучше не знать решения, чем уметь подбирать под ответ. Вот это очень поганое свойство, к сожалению, многих школьников, которые вместо того, чтобы понять, чем они занимаются в школе, занимаются, что называется, подбиранием ключиков учительницы. Она хочет, чтобы в этом месте мы сложили, значит, мы сложим. Она хочет, чтобы мы вместе в этом месте делили на два, сейчас будем делить на два. Скоро, а почему? А не знаю, меня так в школе учили. Ребята, тем, кто так делают, вообще фактически ничего не учатся. Вы можете получить столько лет на пятерок, но вы никогда при этом не поймете, о чем речь. А главное, никакую новую задачу вы при этом не решите. Мы брали угол, который очевиден, это 180. И выбрасывали из него вот этот кусочек, 10 градусов. Здесь нужно сделать точно так же. У нас есть вот этот вот угол, ребята, между направлением на 10 градусов и направлением на 10 часов, и направлением на 9 часов. Этот угол, мы знаем, это 30 градусов. Градус пишется от этого курочка. Теперь нужно всего лишь из этого угла вычесть угол между часовой стрелкой и направлением на 10 часов. Как узнать, какой это угол? Ответ. Надо понять, какую часть составляют 15 минут. Ведь что такое 9 часов 45 минут? Это без 15 и 10. Какую часть составляют 15 минут от 60? Четвертых. Так значит, вот этот угол, господа, вообще-то я сегодня уже рисовал. Вот вам угол в 30 градусов. Я объяснял, что у него есть бисектриса, которая делает его пополам. Получаются два угла по 15 градусов. Но часовая стрелка расположена вот так вот. 15 пополам, кто знает? 15 пополам, это 7,5 градусов. Совершенно верно. Это 7,5 градусов. Поэтому для решения задачи вы должны из 30 вычесть 7,5. Получится ответ 22,5 градуса. Я очень боюсь, что вы пока ничего не поняли. Поэтому давайте еще одну задачу все-таки решим. Решим одну. Значит, я прошу вас сказать, какой угол между часовой и минутной стрелками будет в 18 часов и, например, 20 минут. Пожалуйста, циферплату я вам рисую. Ну, криво, ничего. Ничего страшного. Значит, итак, здесь 12 часов, здесь 3 часа, 6, здесь 9 часов. Пожалуйста, постарайтесь нарисовать положение стрелок с учетом того, что стрелки движутся. И посчитайте величину угла. Давай. Это минутная стрелка. Молодец. А вот эта часовая, вот здесь. Тоже молодец. Теперь, пожалуйста, величину угла. Здесь получается 60 градусов. Да. И 70 градусов. Молодец. Действительно. Мы должны... Все, спасибо. Все хорошо. Мы должны... Вот к двум углам у 60 по 30 градусов, то есть у 60 градусов, прибавить третью часть от 30. Третья часть от 30 это 10 градусов, 10 и 60, 70.